Сегодня в Мариуполе было открытое новое помещение КП «Коммунальник». Работа над обновлением технической и материальной базы этого предприятия началась еще 10 месяцев назад. 90-х единиц техники находились в крайне неудовлетворительном состоянии. Ремонтная база полностью отсутствовала, а персонал был демотивирован. На торжественную церемонию открытия нового здания прибыл председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибриский со своим заместителем Виктором Ремским. Губернатор высоко оценил ремонт помещения и качество закупленной техники. Сегодня это один из элементов, то, что сказал Вадим Сергеевич, это один из элементов. Это первая партия машин, через некоторое время будет другая партия машин. После этого параллельно идет ОСББ. После этого параллельно идет, именно на следующий год уже запланировали полегон побудовый переход, переробку побудового полегона. Что касается экологии, мы запланировали вчера, я, Вадим Сергеевич уже сказал, что мы профинансируем с экологического фонда два партия в городе Мариуполе. Они будут классными, они будут суперовыми там. И это экологическая программа. Понятно, что много других вещей будет делать. Но знаете, очень важно, что мы сдвинули из города потяг, когда ничего не делали. Обновление предприятия – это результат совместных усилий области и города. В качестве нового помещения было выбрано здание одного из подразделений комбината имени Ильича. Руководство комбината планировало его продать, но по просьбе городской власти передало его в собственность города. Из областного и городского бюджетов частично обновили технический парк, затратив на это 31 миллион гривен. Через время планируется замена оставшейся части машин на новые. Первый этап уже вы видите, это техника, которая приобретена. Объем инвестиций первого этапа – 31 миллион. Следующий объем – также 31 миллион. То есть это 62 миллиона – это вливание в технику. То есть старая техника выводится с эксплуатации, аварийная, которая много съедает топлива, которая приносит убытки. Мы выводим с эксплуатации, становится новая современная техника. Сегодня на улице города выходят 40 мусороуборочных машин. Этого количества уже достаточно для поддержания Мариуполя в чистоте. Сегодня уже за счет правильных операционных действий, вот это коммунальное предприятие уже сегодня получает прибыль 300 тысяч гривен. За счет того, что вот сейчас приедет техника, она станет на линию, она поедет, на ней будет GPS-навигация, будет качественная логистика, будет экономия топлива, больше вывоза мусора. То есть больше будет прибыль, соответственно, это предприятие будет вкладывая в себя и, соответственно, будет выходить на новый уровень предприятия. Вадим Боченко сообщил, что в ближайшее время планируется повышение заработной платы сотрудникам коммунальника, лучшие работники которого были награждены почетными грамотами. После того, как красная ленточка была перерезана, гости праздничного мероприятия совершили экскурсию по новому предприятию «Коммунальник». Коммунальник